Всем привет, дорогие друзья! Это второй игровой день на Arlington Major. Вчера наши ребята испытывали проблемы, однако во втором матче против BeastCost все-таки результат был более позитивный. Сегодня же нам предстоит очень интересный игровой день. Сначала в 10 утра по-местному ребята встречаются с командой Aster и затем ориентировочно в 16.00 с Tundra. Два сильных коллектива, которые занимают хорошие позиции в группе. И это будет серьезное испытание, но мы верим в ребят, это совершенно точно. И надеемся на то, что все будет хорошо и пойдет по их плану. Если вы до сих пор не посмотрели наш первый влог с Мажора, то вы прямо сейчас сделаете это, потом возвращайтесь сюда и досмотрите этот. Мы в Америке, в Техасе, тут очень жарко и игры, в принципе, такие же поддерживают такую же температуру. Поэтому погнали смотреть этот влог. Ха-ха-ха! 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 Отдай мне нет! Хватит душить! Слушай, почему меня задушили уже? Тихо-тихо-тихо! Биткоин! Сюда! Это уже реал-балдёж, что ли? Это голодописьник уперся Подожди! Я сейчас реал-балдёж соберу У нас тут под базарин Ну шо, ребята? Эй! Эй! Что это? Ребятки Шо там? Нас! Это шутно Я ничего не... Эй! Это что было? Ты сейчас что сделал? Лёх! Поймать за руку как бешёвка Метро! Ребят, дискотека, поехали! Ооо, спиритастер Почти, вчера же спиритастер Спасибо! Ооо, спиритастер Ооо, спиритастер Ооо! Ооо! Оооо, спиритастер Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это пригород Далласа И сейчас я вам покажу, что у нас тут находится в лобби гостиницы Снэк-бар, в котором можно на самом деле купить очень много всего Даже какие-то свежие салаты, напитки, шоколадки, чипсы В холодильнике есть мороженое В общем, так поживиться есть чем Но питаемся мы в основном доставками Хотя PGL здесь устроили кейтеринг для игроков Я сейчас покажу вам, где это находится Но я, если честно, ни разу не видела, что наши ребята там ели Но видела, как ели спирита Мы еще не дошли до интересного места Но наткнулись на зону для прессы Там сидят много людей В основном это пресса или таланты И смотрят стримы Всего идет 4 трансляции одновременно За всем не уследишь Но вы-то знаете, какую нужно смотреть Мы обычно на четвертом стриме играем Ладно, идем дальше Итак, Джеймс Бэнкск здесь Он обычный guest на нашу CSGO-чанал Но теперь мы на Дота 2-чанал И он еще здесь Что ты делаешь, Джеймс? Я пришел, чтобы сделать контент И вызвать проблемы для игроков И делать их говорить больше, чем они обычно делают Из того, что я видел в прошлом Какая разница между CSGO-чаналами и Дота 2-чаналами? Они гораздо сложнее Они очень сложнее Они гораздо больше фокусированы на игру Знаешь, как в CSGO? Вы можете продвинуть их и сказать «О, ребята, come do this!» Они закончили игру Я говорю, «А, интервью? Или мы сделаем контент?» Они говорят, «Но, у нас есть скримс!» «Но, у нас есть food!» И я говорю, «Дам, ребята!» Я пытаюсь быстрее быстрее Было время на начале Мы только на день 2-чаналами, так что мы все равно Добавляем их время Вы ребята хорошо, но никто не говорил Он разговаривает мне дважды Да, дважды в двух дней Я счастлива Да, они тоже делают много интервью для нас И я очень рада Просто дай их время Добавляем их время Так что ты делаешь вашу время здесь? Ты любишь Тексас? Да, я люблю Тексас Мы делали Даллас в АМ И теперь я снова вернусь Очень холодно Немного слишком холодно Время? Да, немного слишком холодно Время, очень холодно Мы очень холодно Но у нас хорошая эркона Я все равно не так И не идеально Дрежать как мы все равно Да, мы тоже Мы тоже надеемся Для этого температуры Для этого Для этого Мы все равно Да, всегда Старполь Старполь Мы делаем Другую тюрьму Но вы живете в другой Другую тюрьму Да, я делаю Другую тюрьму Другую тюрьму Другую тюрьму Другую тюрьму Нет, нет 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 Ты должен был сделать Потому что это слишком тяжело Нет, но ты получил тюрьму Так что я не хотела Простать оборудование Хорошо Мы сделаем Другую тюрьму Спасибо Добавляем Другую тюрьму Спасибо Только что я жаловалась И завидовала Джеймсу Что у него есть бассейн У меня тоже Кстати в гостинице Есть бассейн Я живу не с игроками Я живу в другой Но у нас тоже есть бассейн И здесь он тоже есть Как еще Если у вас нет выхода к морю И у вас настолько жарко в штате Точнее в городе Ну бассейн крытый, конечно Это не очень хорошо Я ни разу не видела Чтобы здесь кто-то купался Наши ребята Так точно не купались Но я думаю, что это нужно исправлять Ну и само его наличие уже приятно Что еще есть? А, это наверное джим Он же фитнес-зал Он же тренажерный зал Так и есть Мы видим Две беговые дорожки Велосипед Эти арбитреки Мячики и гантели Что еще нужно? Все прекрасно Полотенце Пошли в лифт И поднимемся уже в практик К ребятам Мы сейчас находимся на втором этаже Тут практикс-рум, который вам уже показывали Сейчас покажу, что у нас тут в наличии есть В коридоре Ну обычно, конечно А вот это я не одобряю Это я не одобряю Значит, это не эко-френдли Каждый стаканчик в отдельном пакетике Трэш Вот Очень сильно американцы любят Очень холодную воду И очень холодную температуру В помещениях Лучше пить водичку Stay heat rated И все такое Пойдемте посмотрим, что ребята делают Второй игровой день на мажоре продолжается Рядом со мной Влад Только что закончилась игра против Астер И давай немножко поболтаем о том Как тебе мажор Мы с тобой еще не разговаривали Здесь так основательно Вчера, по крайней мере Как впечатление от первого лана большого? Ну прикольно Всегда хотелось на лане поиграть Добираться, правда, сюда было сложновато Да Ну а так все Пока все хорошо У тебя были какие-то ожидания? Вот как ты себе представлял это будет в реальности? И свершились ли они? Все примерно так, как я представлял Общался уже с другими игроками из других команд? Ну мы так просто пересекались в лифте В коридоре где-то Особо не общались Вчерашний игровой день был тяжелый Достаточно Особенно первое Особенно его начало Расскажи, как для тебя прошли эти игры Как оцениваешь свой личный перформанс И в чем, ты думаешь, была там, допустим, проблема вчера в первой игре? Ну, первая игра, что? Мы играли так себе И задрафтили не очень хорошо В целом результат закономерный Со второй Подсобрались уже, разыгрались Там, пабы поиграли еще Вторая Хотя у нас и там были проблемы, но Ну, меньшеома штаба По итогу справились Нормально Слушай, ну сегодня драфты уже были немножко на другом уровне И качественней, да, как кажется нам, скромным обывателям Что изменилось? Может, расскажешь, как вы вчера провели вторую, ну, вторую часть вечера Как вы провели подготовку к сегодняшнему дню И как это сказалось на игре? Ну, немножко рейты героев поменяли Да и в целом более, ну, раскрепощеннее играли, мне кажется Поэтому чуть проще уже Мне кажется, разгоняемся, нормально все будет Ну и давай сегодня по Астр поговорим Сегодня с самого утра, в 10 утра Во сколько ты обычно просыпаешься здесь? У тебя есть джетлаг? В 7-8 где-то утра просыпаюсь Ты сам, да, не по будильнику? Да Потому что я просыпаюсь в 5 и это просто какой-то ужас В Америке обычно джетлаг, который мучает невероятно Ты себя нормально чувствуешь? Да, да, хорошо Ну, в общем, короче, в 10 утра у нас же была игра против команды Астр Китай, страшно очень Лидеры группы, одни из, да? Что скажешь? Первую вы проиграли, однако нам казалось, что должны забирать Начало было очень бодрым Почему не получилось взять первую карту? Ну, в первой мы забыли забанить вайда Так вышло Вот Были на таймере Немного переживали Вот С линии вышли Ну, хорошо на линиях все было Но по игре немного потерялись И отпустили вайда Там уже играть тяжело было Угу Вот А во второй Во второй у нас без гира Много играли Рабочая комбинация Да Много играли Ну и еще вот вышло на оскликлингах Очень хорошее Угу Вот Мы смотрим игры и наш оператор Костя высоко оценил Выбор венги Хорошо, сейчас значит у вас будет достаточно большой перерыв И в 4 часа ориентировочно у вас игра против тундры Еще один очень, ну, такой крепкий коллектив Расскажи во-первых, как вы проведете время до игры Ммм И что думаешь о тундре? Ну, мы сейчас будем КВшки играть Мгм Перед игрой Что-то еще может потестим Может что-то придумаем новое Но Вроде все нормально с тем, что мы вот вчера решили Как мы будем играть Все нормально Вот так и будем играть План на игру имеется Да И он Он Вы отталкиваетесь исключительно от своих каких-то сильных сторон и желаний Либо вы все-таки будете подстраивать неким образом под тундру драфт? Ну У нас просто герои метовые Все подходит Типа Под тундру мы скорее баны подготовим, а другие Просто нормально сыграем все Оценивал игры других коллективов? На мажоре за вчера, может быть Кто тебя удивил? Кто разочаровал? Кто выглядит интересно? Ну Спирит всех побеждает вроде нам Наверное Сильные будут У нас с ними игра Последняя группа вроде Да Да Поскорее бы с ними встретиться Ну как раз разыграетесь Войдете в оптимальную форму Все должно быть хорошо А в соседней группе смотрел? Как там дела? Не особо Ну действительно Время наверное не хватает И так по два матча в день Достаточно утомительно Еще и подготовиться нужно Хорошо Тогда друзья мы продолжаем смотреть влог У нас впереди вторая игра против тундры Вообще классные и интересные Игровой день Спасибо тебе Влад большое Отправляемся играть КВ Да? Кушать, играть КВ Отдыхать И увидимся уже на следующей игре Ну что-то три А там кто хочет идите кушать Он сейчас съездит Ну иди и поешь Ну вот иди и шушь Можем разделить А ну кусок Да, можем все поделить Здесь порастлёк Произошел скам Да Там где-то рис должен быть снизу Еще помешать Ну что Вкусно? Да не, но он вкусно выглядит Нормально А это Гирос, да? Это же Гирос Это шторма И вот спустя почти 6 часов После окончания первой игры Ребята вот-вот собираются в бой против тундры Волнительная игра Однако у меня есть хорошее предчувствие Будем желать ребятам удачи Оставим их Потому что до пиков уже остались считанные минуты Надеюсь Надеюсь на классное окончание этого дня Продолжаем смотреть Продолжаем Доброе утро! Безуская улыбка на сцентрирование, сцентрирование с устройствами. На нему нет, трое, два, скитер ветваль, бод окружит управления на нему. Он живет? О,ільки смеет. О,aves played. Сочный влитв. Аваланжа, красиво, сцентрирование в тасс, сцентрирование в хм. На нойно. Нойно. Ой, ты чтоDER! Я думаю, что мы все ждали, да? О, нет. Найдер, сцентрирование. Нойнан сцентрирование, и у нас нет пот axial. Никто! 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 Он входит! И из дон-дон они находят снапфир! Аэра-суспорт приезжает. 3-3. Он будет падать от никого. Господь, на ВОИД-спирит. Другие удары от ТА. Он готов. Дублокилл за V2. 3-3. И последний корр остался. Но GG. Наби! Идите с 2-0! Я стою в миде, первая пачка. Понял? Я добиваю кульпа, у меня пинг. 3-3 спел жмется через 2 секунды. Я кульпа не добиваю. Чел на Розоре. Просто пинг лучше. В второй минуте игра закончилась. Встану на 1 секунду. Это Тимми. Хорош. Первая была разыгровочная, вторая. Войда просто отдали. Мы гораздо сильнее играем, чем у меня. Ощущения. Ну что, друзья. 2-0. Победа над Тундра. Все как прогнозировали в наших кулуарах, так сказать. Тяжелый был день. Сейчас попробуем пообщаться с Вовой. Пока ребята немножко выдохнут, передохнут, а поделятся друг с другом эмоциями. Но слушайте, сегодня из 4-3 выиграны. Против очень серьезных соперников. Я считаю, что это очень продуктивный день. Завтра соперники будут немножко на бумаге послабее. Но вы знаете, что на деле обычно бывает все еще сложнее. Ладно, в общем, идем с Вовой. Ну что, второй игровой день в Арлингтоне подошел к концу. Вова, я поздравляю тебя с тем, что этот день был, в принципе, для нас успешный. Поделись своими впечатлениями от игр. Все здорово, все замечательно. Могли 4-0 закончить, но закончили 3-1. Все отлично. Что же помешало вам закончить 4-0? Что пошло не так на той одной карте против Астер? Фейслес Войда отдали в Розора. Влад так и сказал. Не очень допустимая ошибка, но бывает. По поводу Тундры. Они не самым лучшим образом выступают на этом турнире. Несмотря на то, что ожидания от них были более высокие. И вот ваша игра показала, что вы доминировали на обеих картах. Что скажешь по поводу этой команды? Да, команда хорошая. Может, на них что-то сейчас не идет. Но в целом просто как-то с драфтами у них пока не идет. И из-за этого, скорее всего, не сложно. Мы просто хорошо драфнули в обеих играх. Хорошо сыграли. И все закончилось в нашу пользу. Просто было против Тундры? Сложнее, думал, будет? В целом, да. Были очень легкие игры. Опять же, они не то, что не доигрывали. У них было очень мало возможностей. Мы не давали возможностей. Как оцениваешь свой личный перформанс? Потому что со стороны мы, конечно же, тебе аплодируем и наслаждаемся твоей игрой. Что скажешь ты лично? Чувствуешь ли, что это уже некий пик такой лановый? Или, в принципе, мы еще можем увидеть какое-то развитие дальше? Да, конечно, можем увидеть развитие дальше. Точно не прямо самый топ. Просто хорошо. Не лагало было. Было вообще еще супер. Как после вчерашнего отошли? Потому что вчера все-таки были проблемы. Как-то казалось, что шло тяжелее. Влад сказал, что там, ну, вы подстроили, немножко адаптировали драфты, улучшили. Вот как ты лично перестраивался? Я лично никак. С командой мы перестраивались. Да, как-то первая игра у нас... Ну, короче, там просто какой-то реально джетлаг был. Может, устали после перелета опять же. И все с самого начала у нас как-то не шло, первые игры. Потом мы собрались против бискост. Первая была довольно сложная, но вторую мы в нашу пользу очень легко закрыли. И в целом перестроение просто пошло по драфтам и обсуждение там по действиям по игре. Ничего особенного. Как твои более молодые и неопытные тиммейты справляются с давлением на лане? Или, ну, как ты оцениваешь Жору? Давление с отеля всегда, ну, оно как бы не может быть. Вот. А вообще в целом они отлично выступают. И очень хорошо себя показывают. Ну, не пока что, а очень хорошо себя показывают. Ну что, завтра две игры. Первая в 12 против Бум. И потом ЕГЭ, соответственно, в 4 часа. Что скажешь, чего ожидать вот этих игр? Дай, пожалуйста, твой прогноз об этом. Ну, прогнозы всегда как бы по играм сложные, мне кажется, давать. Да. Конечно, ну, мы уверены в своей победе на обеих картах. Но всегда может быть пути не так. Обе команды достаточно сильные. У ЕГЭ там тоже пока что не идет как-то игра. Одну карту они только забрали? Нет, две карты. Они выиграли сегодня у Спиритов 2-0, да. А, 2-0. Но как бы по играм, по их пока сложно судить. Они еще пока как будто бы вообще не нашли свою игру. Вот. По поводу Бум я ничего не могу сказать. Я вообще за этой командой не смотрел. Но мне, ну, я слышал много, что у них очень хайфи-скилл игроки. Угу. И в целом, ну, я смотрел там, когда они выступали на лане, я не помню, где это было. Они очень хорошо смотрелись. Ожидание выиграть все, а как будет, мы сами. А как думаешь, почему ЕГЭ удалось выиграть Спиритов, которые, в принципе, были лидерами в группе, и там тем более был такой камбэк бешеный, они просто зашли и сломали трон? Да, там ошибка просто Спирит была в первой игре. Во второй, опять же, там, но по драфту и по действиям на карте просто ЕГЭ их закрыли с Пикроя очень сильно и переграли на линиях. А первая карта, мне кажется, просто атлетическую ошибку допустили какую-то и им просто тронстомали. У нас такое тоже было, не самое лучшее ощущение. Это да. Ну, хорошо, спасибо тебе большое. Значит, мы идем что делать? Отдыхать, готовиться к следующему игровому дню. В Техасе дико жарко. Спасибо, друзья, что посмотрели этот влог. Не забудьте подписаться на канал, поддержать Na'Vi завтра и, в принципе, на мажоре. Напишите свои комментарии. И увидимся, увидимся на канале совсем скоро. Всем peace. Субтитры сделал DimaTorzok